Я могу сказать совершенно откровенно, поскольку я знаю много благотворительных фондов, тот, который организовала Вера Миллионщикова, хосписы московские, помощи умирающим, палеотивная помощь умирающим от рака. Я сам принимал участие в сборе средств. Это не единственный фонд, с которым я сотрудничал. Я могу сказать, что все разговоры о том, что... Вы знаете, нельзя думать о людях с точки зрения отрицания сразу. То есть немедленно подозревая их в плохом. Это вообще очень как-то стало характерно почему-то для нашего сознания современного. Любимый вопрос, сколько заплатили. Я думаю, что этот вопрос говорит только о том, кто его задает. То есть люди, которые спрашивают, сколько заплатили, они не в состоянии поверить, что кто-то может бесплатно или наоборот даже отдать свои деньги, чтобы кому-то помочь. Конечно, благотворительность — это позор на теле государства, потому что благотворители делают то, что делать должно государство. Государство должно обеспечить достойную смерть своим гражданам, чтобы они не кричали от боли, чтобы они не выбрасывались в окна. Государство должно обеспечить помощь детям, больным детским церебральным параличом, а не определять их в бесперспективные интернаты. Государство должно помочь инвалидам, а не чтобы они ходили и побирались, чтобы поставили им пандусы и так далее, и так далее, и так далее. Но поскольку мы не можем все переложить на государство, а людям надо жить сегодня и сейчас, то есть люди, которые неравнодушны, которые понимают, что ждать без конца нельзя, и без конца просить ходить нельзя, а вот мы можем что-то сделать. И очень много, очень разных таких людей. Кстати, часто в них включаются и сами люди, которые нуждаются в помощи. Я считаю, что это лучшие люди нашего государства, честно говоря. Спасибо.